Друзья, еще короткий сюжет. Я заехал к своему другу Рихарду. Вот и он. Мы тут без него хозяйничаем. Вот. Привет. Рихард, ты сейчас попадешь в историю. Это же популярные фильмы. Я стесняюсь. Не, я могу вот эту встречу нашу русскую вырезать. А может, все-таки не надо стесняться. Дело в чем. Вопрос принципиальный. Показываю всем. Поселок Майна. Съемки идут. Вот. Это уже 150-й, примерно, 160-й фильм. Ну, надо. Это все надо. Поселок Майна. Вот он. Вот это горы. Ну, не сказать, что близко. Вот. Вот он, вот он, вот он. Вот эти горы уже на другой стороне Инисея. Там Инисея близко, под самой вот той горой. Видели, да? Видите, сад, который, ну, практически не выделялся бы, если бы ни одна особенность на фоне других садов. Дело в том, что, наверное, здесь много замечательных вещей растет. Вот. Вот. Но и все-таки сад особенный. Почему? Потому что, вспоминал-вспоминал, наверное, этот персик единственный в Майне. Вот. Сейчас я вам его покажу поближе. И возьму короткое интервью у хозяина этого персика. Вот. Сейчас. Не все любят сниматься, поэтому я сделаю вот так. Значит, смотрим, да? Итак, Рихард, у меня памяти нет. Отчество. Не важно. Ну, солидный человек по нашим меркам в очках. Нет. Отчество. Антониевич. Антониевич. Рихард Атонич. Я забуду такое отчество. Вот. Интервью. Итак, откуда взялось такое чудо в Майне? У вас приобрели саженец. Вгодно, наверное, 3 или 4 назад, не помню точно. 3-4. Да, да. Раньше вы не могли быть знакомы, правильно? Нет. Сколько лет назад вы купили этот дом и перестроили? В 2010 году. Сейчас 16. Где-то, примерно, в 11 там купили у меня. Да, в 11, да. 5 лет назад. А что, что получилось? Нелегкая была судьба, да? Ну, первую зиму мы или две зимы мы его укрывали, а потом перестали укрывать. То есть укрывали как? Так, мешок вот этот, который, вот этот, картошки, да, паухашин, да. То есть они его одевали, там вот эта солома, сено, то есть сухая трава туда забивалась. Одели, перевязали бетёвочкой. Как бы стояла такая, как ёлочка такая украшенная небольшая. Потом он стал больше, как бы уже разросся, и всё, как бы больше мы не укрывали уже. И сегодня в том году уже были плоды, но они, по-моему, не вызрели, а сейчас они уже вызревают. Уже первые ели, у них уже есть, как бы, запах, аромат, реально персиков, реального. Настоящий? Настоящий, да. Или как настоящий? Настоящий персик. То есть как я кушал на югах, неоднократно, то есть как бы он похож. Да, ну там все-таки здоровые, но всё равно в Сибири у нас персики не укрывали. Знаете, когда уже мои недруги устали злиться и поняли, что всё-таки теперь говорят, а у него уже не то, что сам факт, а у них уже мелкие персики. Нет, персики, ну как бы, если оно дерево ещё вырастет, мне сказали, что, может быть, пища плодов, как когда-то там с дерева. А, да, нет, тысяча плодов с дерева получается пока у Чернобаева, но он укрывает. У меня, получается, сотня-две в таких деревьях, но я не укрываю, и, честно говоря, большинство чуточек-почек всё-таки замерзает. Но деревья уже перестали замерзать. Вот, кстати, я показываю всем желающим вот эти сухие ветки. Вот, это какая, наверное, зима. Вот последние три зима не было морозов, так? Я не помню. Да, 35-36, это не мороз, это сказка. Это не сильные морозы у нас считаются. А до этого, наверное, прихватило. В том году были плоды, было немножко, было их там, может, там, десяток, может, два было. Как бы, но мы что-то, когда они не дошли, они были небольшого размера, и они, как бы, такие зелёненькие. А, так всегда бывает. А в этом году раз, вот такая вот раз она делась. Ну, в общем, примерно пятый год им. Примерно, да. Точно не помню. Вот. Ну, и сейчас ещё покажем скелет, прививку. Смотрите. Видели? А знаете, почему, друзья мои, это я обращаюсь уже к аудитории, почему вот такое строение персиков? Я его называю кустообразным. Почему? Если, Рихард, я сейчас, конечно, не помню. Но, наверняка, я так сильно обрезал, когда мы пересаживали его. Я не помню. Зато я, вернее, как, я по-другому нет. Вот следы обрезки, вот здесь вот. То есть он... Я его не резал точно. Нет, нет. Я режу всегда. Это называется предпродажная подготовка. Это дело принципа. Я не продаю не обрезанное. Вот. И что получается? Очень низкое. Получился штамп, разошёлся. И получилась кустообразная форма. Кстати, подразумевается, что нижние скелетные ветки должны выходить под снег. А у нас и снега не бывает. Подтвердите насчёт снега. Да, не было. Никто не верит, что у нас в Сибири бесснежье. Бывает, бесснежная зима бывает, да, бывает. Вот. И получается, укрывай, не укрывай, а снега не напасёшься. То есть они всё равно, это... По идее, надо бы ещё ниже скелет делать. Небольшой холмик, как мы говорили. То есть, когда она сажалась, как мы говорили, что вода стекала, да, то чтобы... Ага, то есть вы запомнили мои слова насчёт холмика. Конечно, мы двухселек сажали. Вот они даже видно, уже это время сравняло маленькое, да? А, это же моё же. Да, ну видно даже, что вот эти... Пойдём, пойдём, пойдём. И вот травка полеется ваша. Так, теперь получается, что холм абрикоса сделан, значит, вы всё садили пожаром. Да, ну выше был, что сейчас травка полеется, да, всё, она прекрасно закрывает, сверху листва или снежок, и она как укрывало получится. Вот, кстати, возможно, вот этот секрет в этом. Мы специально, мы вдохнули с этой травой, то есть рассаживали маленькими клочками, рассаживали, то есть так, чтобы она пошла. Вот сделали вот это ограждение, чтобы она в картошку не полезла. Вот это место, вот она полеется. Не, ну там, да, персик у вас задернён, тот абрикос задернён, а этот нет. Ну, это, видимо, что-то, может, это полога или что-то там, не знаю почему. Ну, ладно, ничего. Так, абрикосов-то нет, абрикосы были. Прекрасный абрикос. Чи, чьи деревья? Для вина ваших, конечно. Конечно. Вот, то есть, это прекрасно, мы столько наделали вина, варенье. Фотографии не делали. Да кому-нибудь дома-дома, могу выгасить вина. Нет, нет, фотографии, вино, спасибо за вино. Фотографии не делали. Вино просто обалденное. Фотографию не делали. По-моему, нет. Мне жалко. Соседка хочет к вам приехать, мясная поедет, она попробовала эти плоды, сказала, просто обалдеть. Я привёл своих знакомых, которые из черёмышек, да, там, ну, тоже задовод, что такое. Он приехал попробовал, сказал, ну, чё, говорит, вкус, ну, южный вкус. Он мне дал свой, я поел, картох, картох и картох. Вот ваше, там дальше, это слива Судиро-Востока. То есть, вот они, всё, уже, уже на литре плоды, поди покажу, покажем. Пойдём. Это, я там, ты не сидел на, на дичка играл, там, всё, 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 всё. Вот она стоит. По-моему, теперь уже было мало, тут. А, нет, которые мы снимали. Вот так. Она, Сувенир-Востока, моя любимица, давайте покажем всем. Шикарный плоды, очень вкусная такая, литаяная. Ну, в данном случае, 50 грамм у меня. Ну, она в сторону, вот по вкусу, в скорую сторону, ну, как-то, как мектарина, что такое. То есть, она не просто как слива, а уже такая, уже более такая, вкусная, да, такая южная. Ну, не хочу узнать, когда много солнца, ой, вон она, прямо это, да, вот прям как сахар, да, выступил. Ну, покажу, покажу, покажу. Ой, красотища-то какая. Ой, я боюсь, что это сейчас... Ну, я кушаю, я даю. Как бы, типа, не подавились те, кто ненавидит меня и говорит, не борется, измышляет. Нет, честное слово, вкусно, всё, хорошо, практически, как южная Сибирь, практически. Да. Теперь, а, ещё один момент, я люблю тоже посудачить, посплетничать. Знаете, что теперь они говорят? Иногда наткнёшься, или кто-то пришлёт какую-то фразу, вот, а вот, знаете, что у вас говорят? И дальше цитата, или, этот, ссылка. А говорят, что? Ну, конечно, это самое, кто-то там из Великих сказал, что в Сибири всё должно расти. А вы попробуйте вырастить-то. Вот, ведь это же за этим 30 лет стоит, вот за этой вот вкуснотой. Пассажин был, 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 маленький кустик был, то есть, сколько, куда, вот, такой, упошь был, 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 пассажин, по-моему, через год был пассажин, потом, 12, 13 был. То есть, всё уже, так, у маленького деревца уже, плоды падают. Он просто, злостливый, что-то, немедленно, может, может, нет. Здорово, я не зря заехал, Виктор. Хорошо, да, укореняется, приживается. Я там делаю брюки, я там, там, китайки, всё, всё прижилось у меня, прям, ашу припаять. когда это вот это кстати тоже прививка на китай могу да кстати мне нравится показывать строением деревьев выращены с моих саженцев опять смотрим вниз что мы видим видим кустовидную форму правда плохо видно почему плохо видно ветки очень низко для средней сибири она бы пошло почему вот у них снега 60 80 бывает метр до средней сибири вот разве можно убить дерево она очень проще на это кстати дожди дождями а следов то нету что она это самое плесени нету грибов нету правильно значит укрой с снегом а это не просто так это один из моих секретов всему свету это выращивание здоровых саженцев а здоровые саженцы они сопротивляются захватит людей это дразнить как как будто приезли покупаешь супермаркете хватит дразнить людей вот я проделал и так если он так устойчив к этому это дерево к сырости грибам пересени ну что стоит в средней средней сибири полметра снега а если взять лопату метр снега да уже невозможно загубить под снегом солнце будет там ничего ничего не мешает и ну успевает вызревать не ну принципе смотрите сейчас все только сколько три часа полчерта да вот там от запад уже нормально хватает солнца баня это там восток поэтому бане не сильно юго-восток вот вон это ущелье там газ это юг вон там оттуда кенесей течет ну что друзья мои убедились очень много садов в окрестности если бы я был бы чистым виноград покажем на этом в общем я завершаю это небольшое путешествие увидели единственный персик поселки майна почему единственный потому что последователей нет никто не выращивает их так сказать в масштабах но не промышленных но хотя бы до продажи с землякам друзьям и так далее вот вот и получился единственный персик но с третьего года не укрывной замерзать не собирается еще раз на него посмотрим хотя и конечно если рад что что угодил вам а еще груша моя где-то было да и там в углу а ну-ка 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 это не вот это красавица так ну-ка пошли смотреть что за сорт ну-ка сейчас снимает еще еще снимает вот и чтобы уже для получать картины тогда получается персик слива груша уже сад полноценный ой хорошо перерабатывать просто на вопрос она как как он конференц по магазину сорта провод это на промкле но она еще еле оторвали еще рано да ну-ка она уже пока я не люблю такую которую уже на именно так а плотненько так опять дразните всех нет это сорт вообще просто такой премии премиальных кто не пробовал как же что такой такой здесь погибнет ни у кого